Быть педагогом и учить педагогов. Героиня нашего следующего сюжета всю свою трудовую жизнь посвятила одному учреждению образования. И будучи в должности руководителя, подняла его на уровень одного из лучших не только в Брестской области, но и в республике. В преддверии 8 марта наш рассказ о Светлане Андреевне Барчук, директоре Пинского колледжа учреждения образования Брестский государственный университет имени Александра Пушкина. По итогам работы за 2020 год Светлана Андреевна, человек года в области образования и науки. Наша одноименная рубрика продолжит выпуск. Еще в детстве Светлана Андреевна Барчук мечтала стать учителем начальных классов и работать с младшими школьниками. Такими искренними, открытыми и невероятно справедливыми. Для этого после окончания школы поступила на ночфак в Брестский педагогический университет. Однако судьба приняла свое решение. И получилось так, что ни одного дня молодой специалист не работала в школе. Сразу по распределению пришла работать в педагогическое училище. И вот с 1985 года и по сей день Светлана Андреевна Барчук работает на одном месте уже 36-й год, пройдя путь от преподавателя до директора колледжа. Вступать в должность директора ей пришлось не в самые легкие времена, которые наступили для средних специальных учебных заведений. Когда все колледжи, в общем-то, переживали реформу, так как в 2000 году вышла концепция непрерывного образования, и с 2004 года педагогические колледжи в основной своей массе вошли в структуру университетов. В том числе и мы. В 2004 году приказом министра образования Пинское педучилище было переведено в структуру Брестского университета. Тогда еще непонятно было, как работать дальше. И на сегодня других учебных заведений, которые вошли в структуру университетов, уже не существует. Вузы их поглотили. А Пинский колледж, благодаря пониманию руководства университета и его поддержке, не только продолжает работать, но и делает это весьма успешно, занимая лидирующие позиции как в Брестской области, так и в республике в целом. Интеграция с университетом, несомненно, имеет очень много плюсов. Это дало большой импульс в развитии и работе колледжа. Мы проводим различного рода конференции. Они нас вовлекают в свои проекты международного уровня. У нас пошло издание учебников, публикации статей. Это тоже благодаря университету. Это если только рассматривать интеграцию по направлению учебной и научной работы. Благодаря интеграции с университетом в Пинском колледже занимаются иностранные студенты из Туркменистана, Казахстана, Украины. В этом году здесь ждут студентов из Шри-Ланки. На протяжении 10 лет в колледже стопроцентное распределение выпускников каждый год. Заключено более 40 договоров с заказчиками кадров. Ведь в Пинском колледже учат и воспитывают прежде всего человечного педагога, способного в первую очередь увидеть душу и индивидуальность маленького человека. А педагог всегда, я считаю, должен быть прежде всего человека. Человеком с большой буквы, потому что все начинается с учителя. И если мудрый учитель, если он хороший воспитатель, если у него качество порядочности, то и его воспитанники будут такими же. Сама же Светлана Андреевна личность очень многогранная. В каждом сотруднике и учащемся огромного коллектива она видит не только потенциал работника, специалиста учащегося, она видит в первую очередь человеческий потенциал. Именно поэтому каждый из ее коллег на работу идет с удовольствием. Ведь колледж – это то место, где каждый из членов коллектива может смело себя реализовать, благодаря поддержке директора. Мы не боимся проговаривать о своих креативных идеях, потому что мы уверены в том, что они будут реализованы. Мы чувствуем себя командой. По сути, каждый из нас понимает, когда коллектив чувствует себя командой, когда объединяет что-то. А что объединяет? Цели. Цели, которые генерирует руководитель. То есть Светлана Андреевна – это тот руководитель, который сумел и определить цели, и поставить конкретные задачи. Светлана Андреевна для меня прежде всего преподаватель, педагог, которая на протяжении четырех лет вводила меня в профессию. И я очень горжусь, что я стала ее коллегой, что сегодня я работаю под ее руководством. Это человек, который, и будучи преподавателем, и уже став опытным руководителем нашего колледжа, никогда не изменялась своим принципам. Требовательно как к себе, так и к другим. Строга, но справедливо. Это хозяйственная женщина, которая создает уют в нашем колледже, которая заботится о нас, обо всех, и свято чтит традиции нашего колледжа. И эта награда заслуженная, справедливая, достойная. Мы очень рады, что в номинации «Образование и наука» эту награду получила именно Светлана Андреевна. И благодарны не только за те знания, которые она нам дает, но и за созданные условия, в которых мы учимся. Наш колледж стал светлее и уютнее. А еще мы признательны за личный пример. Я благодарю за теплое отношение ко мне, за заботу и за возможность получить образование в одном из лучших колледжей Белоруссии. Деятельность колледжа по подготовке высококвалифицированных педагогов, его стремительное развитие, который год не остается незамеченными со стороны городской власти. Директор колледжа Светлана Борчук по итогам работы за 2020 год была удостоена высокого звания «Человек года» в области образования и науки. Эта заслуга не моя личная, это заслуга всего коллектива. И мы работали на эту награду не один год, потому что уже несколько лет подряд мы были занесены на доску почета в городе Пинске. Неоднократно мы награждались грамотами Министерства образования, областного управления. И к этой награде постепенно шел весь коллектив. Потому что одному человеку сделать все то, что мы делаем, готовим качественного специалиста, одному человеку это невозможно сделать. Это только хорошая сплоченная команда.